Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаюсь с мужчиной, вместе ещё не живём. В разводе оба. У меня сын 8 лет, у него дочка 8 лет и сын 15. Вы пишите, что встречаетесь с мужчиной, да, что между вами общего, что вас объединяет, что вас связывает. Ну вот, как вы, собственно говоря, познакомились, нужно было выяснить. Вот, на каких основаниях выстраиваете свои отношения. На мой взгляд, на мой взгляд, людей объединяет общее, что между ними есть. То есть, ну, какие-то интересы общие, да, какие-то общие основания для отношений. Вот, общие впечатления, которые люди получают, ну и так далее. Вот, соответственно, если вы свои отношения с этим мужчиной выстраиваете таким образом или способом, что на первый план, на первое место выходит, выходит вот, ну, выходит та проблематика, о которой вы пишете. Вот, тут ничего плохого нет, но просто характер, характер отношений определяется. Вот, какое значение имеет деть, то, что у вас здесь. Вы пишете, что оба в разводе, соответственно, развод это психотразма, вот, соответственно, если развод это психотразма, то ее необходимо прорабатывать, вот, потому что она психотразма дает о себе знать и оказывает влияние, вот, оказывает влияние на вашу модель поведения, на вашу поведенческую модель, вот. Вот, к сожалению, там, это так. Вот, и, опять же, ну, нужно, наверное, здесь сказать о том, что вряд ли вы развелись с человеком. Просто так, скорее всего, какие-то, какие-то основания для этого были, вопрос только в том, какие. И как вы это пережили, да, вот. И какой опыт вы из этого извлекли, если извлекли, вот. На эти вещи, как, как я думаю, нужно, конечно, поискать ответ, потому что в противном случае вы это принесете в новые отношения. Не очень понимаю, как, как правильно здесь выстраивать отношения, стоит ли. Ну, смотрите. Такого вот, чтобы прям правильно-неправильно, наверное, нет. Потому что кто знает, как правильно, как неправильно. Вот. Тут, скорее, нужно операться на свои ценности, вот. на свои чувства, которые, собственно, что-то значат, да, которые о чем-то говорят, которые о чем-то свидетельствуют ваши чувства, я имею в виду. Вот. И которые, собственно, на мой взгляд, являются хорошим, хорошим таким индикатором того, как вы взаимодействуете с, ну, с человеком, да, вот, с мужчиной, как вы взаимодействуете и так далее. На мой взгляд, никакого такого эталона правильного выстраивания отношений его нет и бить не может. Небазин был для меня неприятный случай, когда, по моему мнению, мужчина пренебрег 8 марта и моим днём рождения так случилось, что родилась 8 марта, поздравил слишком мессенджера и подарил подарок с приколом по цене даже меньше тысячи, не прислал даже цветов. Хотя он и сам понял, что поступил некрасиво и справить на то, что человек поступил некрасиво. Что указывает на то, что человек поступил некрасиво. Что он понял, точнее. Что указывает на то, что он понял, что поступил некрасиво. Вот. Ну всё же, вы говорите о том, что человек получает В этом смысле, значит, вы не оцениваете, вы оцениваете здесь его вложение в вас, вот, это ваше право, так дело, я считаю, но, так ли я считаю, что вы, если считаете, что человек вас во имя Ди, во имя обесценил, вот, вы считаете, что это неприемлемое такое поведение, вот, то, наверное, первое, как минимум, вам стоит, ну, стоило бы ему об этом сказать, да, что вам неприятно, что вы как-то вот чувствуете, что это для вас неприемлемо, допустим, вот, как минимум, это первый момент, да, второй момент, это, ну, как бы, вот, решить для себя то, что вы будете с этим делать дальше, вот, то есть принимаю, можете ли вы это принять или нет, в этом смысле все довольно просто, если вы не принимаете, значит, очевидно, что вам, с человеком, ну, не по пути, вот, если вы не принимаете, вот, того, что, ну, того, что является его каким-то выбором, да, его каким-то решением, вот, это абсолютно, это абсолютно нормально, то, что вы это не принимаете, это абсолютная норма, абсолютно, абсолютная норма, вот, но за это вам, в этом смысле, нужно нести ответственность, вот, то есть вы за это отвечаете, и отвечаете в виде расставания, расставания. С другой стороны, можно посмотреть на то, как вас это задело и чем вас это задело. Да, любой говорит, что я не на первом месте, ну, для него на первом месте дети. Да, вот, значит, исправлять ситуацию не стал, при этом за месяц, да, его был день рождения дочери, на него он был поплатит, поплатит большую сумму денег, меня это сильно обидело, видимо, мой язык любви, это в том числе подарки, тем более на день рождения. Да, и вы имеете право на это, вы имеете на это право, абсолютно, абсолютно. Другой вопрос, что, что вас задело больше, что он дочери своей готов был на дочь поплатить большие деньги, или что права забыл, вот, то есть одно дело, если вы просто считаете неприемлемым какое-то поведение человека, вы считаете, что вот твои приоритеты, да, совершенно неприемлемым для меня, например. Одно дело, если вы считаете так, это ваше полное право, и вы говорите, что нет, слушай, дорогой. Дорогой, у меня, извини, у меня другие цены, у меня другие цены, вот. Это одно дело, и другое дело, если вас это прямо задевает, да, другое дело, если вам это прямо, ну, прямо неприятно, вот. Это немножко другое, вот. То есть в этом случае мы говорим, вот, в какой-то степени немного о разных, ну, о разных ситуациях, вот. Если вас это задевает, если вас это задел, то что вот тут, ну, такая ситуация, вот. То с этой ситуацией, на мой взгляд, нужно разбираться, как и чем вас это задел, вот. То есть либо тут у вас, вот, некие надежды и ожидания не оправданы, вот. Либо самооценка, вот, о которой, опять же, вы сказали, ну, немножко, вот, чуть-чуть. Чуть, чуть дальше вы об этом, вы об этом говорите, просто, ну, просто на оценку с вами. Вот. То есть это вот тут нужно смотреть. А вот. Значит, обидела. Вот это сильно обидела. То есть что вы, то что вас это сильно обидела, на мой взгляд, связано с тем, что как-то вот свою агрессию и недовольство вы подавили. А вот и, соответственно, переформировали эту обиду. Вот. Заявил, что дочь всегда будет на первом месте, это нормально, но для меня сын тоже на первом месте, но и мужчины, я так пренебрегать не стал бы. Ну, я думаю, что вы правы. В этом для себя вопрос в том, что вы с мужчиной разные, и у него такое видение, у вас такое, у вас свой опыт за плечами, у него свой. И вряд ли вы человека переделаете. Другое дело, что если бы он как-то обосновал, если бы он объяснил вам, чем продиктовано его такое поведение, да? Вот. Это возможно было бы, если бы вы, если бы у вас было доверительное отношение. Если бы вы взаимодействовали бы, в первую очередь, как личности. А вы все надеяете, наверное, как мужчина и женщина, скорее всего. А теперь я засомневался, стоит ли вообще продолжать отношения, пробовать жить вместе. Ну, если после одного раза вы засомневались, то, скорее всего, у вас сомнения и страхи были и раньше. Просто вы их себе не разрешали, не было повода. Вот. Так что тут, на мой взгляд, есть проявление того, что вы сами себе не доверяете. Может быть, я что-то не понимаю по сравнению отношений, где участвуют дети. Да, бывает так, что вот люди своих детей ставят на первое место. Это правда. Я понимаю, что моя обида – это просто наценка. Сейчас прохожу курс по психологии. А что такое курс по психологии? Это как? Но что же, как понять, правильно ли мужчина рядом? А никак не понять, отношения, любые отношения – это риск. Важнее другое, что вы чувствуете к человеку. На мой взгляд, если у вас к человеку есть чувства, то вы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы ему что-то отдавать. Вот. А вы смотрите на то, что вы получаете. Это значит, что, вероятно, вы чувствуете себя обделённой. Вот. Вот это чувство обделённости нужно рассматривать, с чем оно связано. Да, это может быть про самооценку, но что такое самооценка? На мой взгляд, самооценки не существует. Вот. Существует контакт с человеком самим с собой, да? Вот. И навык отделить, что я хочу для себя и что хочу для другого. Ну и обида сама по себе – это подавленная агрессия и злость, направленная его внутрь себя. Это ожидания определённые. Это пассивность. Это некая пассивность в обеспечении своих собственных потребностей, своих собственных желаний. Вот. А дальше или не стоит связываться жизнь с таким мужчиной? А с каким мужчиной не стоит связываться? Что это за мужчина? Мне не хочется осознавать, что я всегда буду не на первом месте. Так вы не будете на первом месте. На первом месте у него дочери, он вам уже сказал, что многие моими желаниями будут пренебрегать. А пренебрежение – это как? Вот где та грань, когда я выбираю не тебя, а своего ребёнка, да? Допустим. И пренебрежение. Вот где эта грань? Или я что-то не так понимаю? Я думаю, что не то, чтобы вы не так понимаете. Вам просто нужно определиться со своими ценностями, да? Своими приоритетами и под это в том числе подбирать человека. Сейчас у меня такое ощущение, что вы как бы говорите, но мужчина мне не соответствует, да? Вот. Я чувствую, что у меня неприемлемы какие-то его вещи. Это абсолютно нормально. Когда какие-то действия человека неприемлемы. Вот. Ну как бы мне себя в отношении впихнуть? Вот. Вероятно, вы боитесь одна остаться. Вероятно, боитесь не встретить, не встретить никого. Да, он сам предлагал пожить вместе хотя бы пару недель, так как сам при к нам понимает, что встреча на расстоянии не то, только чтобы я приехал без сына, чтобы пока не спутывать детей. Мне кажется это странным. Опять же, что такое странно, что-то это оценка. А какими чувствами вы встречаете его в предложении? Потому что на мой взгляд, в предложении ничего такого нет. Но если по вашим ощущениям есть, то как минимум это стоит выражать. Вот. Понимаете? И очень, очень важно, сколько вы встречаетесь. Понимаете? Сколько вы встречаетесь. Это, если первый год, то это первый день рождения и совсем немного чего-то не знают. Вот. Как сказал мой коллега Кудрыщов Игорь Леонидович, просто вот на свой лап, как мог, так и сделал. Вот. Просто я опасаюсь того, что вы внутри себя обесцениваете, да? И за счет этого как-то вот более щепетильны к внешним проявлениям по отношению к вам, других людей. Не хотелось бы такого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.